Макпал, спасибо. Мы продолжим тему. Паводки в Североказахстанской области дошли до областного центра и пригородных деревень. Сейчас в регионе потоплено больше 560 домов. Эвакуировано 3500 человек. В пригородном селе Тепличное. Плотина не выдержала напор стихий. Жители соседнего аула Бесколь сообщают о прибывающей на их улице, по их улицам в воде. Талые воды стремительно заходят и в микрорайоны Петропавловска. Сейчас в одном из затопленных населенных пунктов находится наш корреспондент Наталья Волкова. Наталья, здравствуйте. Какая обстановка у вас сейчас? Здравствуй, Вера. Обстановку нам сейчас подробнее расскажут спасатели. Мы находимся в селе Тепличное. Это в нескольких километрах от Петропавловска. И большая вода практически полностью уже затопила населенный пункт. Вчера утром здесь прорвало местный оградительный вал. Население экстренно эвакуировали, но не все жители согласились покинуть свои дома. И до сегодняшнего часа они находятся в своем жилище. Мы можем наблюдать уже за тем, как спасатели все-таки вывозят из домов те, кто соглашается покидать свои дома. Сейчас вместе с нами еще здесь находятся местные жители, которые вчера были эвакуированы. Они, безусловно, беспокоятся о состоянии, о будущем своих домов. И мониторят ситуацию, как могут, наблюдая за приходящей водой издалека. Сейчас в зоне затопления находятся четыре села Казажарского района. Это Тепличная, Ольшанка, Вишневка и Прибрежная. И три микрорайона на окраине Петропавловска. Спасатели обстановку характеризуют, как критическая вода продолжает пребывать. И создавая угрозу всем населенным пунктам, которые находятся вдоль русла реки Ишим. Сейчас рядом с нами находится главный специалист отдела предупреждения о чрезвычайных ситуациях. Иернар Рустем, который подробнее расскажет о том, как обстоят дела у нас в регионе и областном центре в частности. Иернар, расскажите, пожалуйста, где в данный момент проходит эвакуация населения? Эвакуация в данный момент производится в микрорайонах города Кожевины, поселок Кожевины, Подгора. Также в населенных пунктах Казажарского района, Вагуль, Вишневка и так далее. Жители сообщают о том, что происходит прорыв плотина в некоторых населенных пунктах. Скажите, где именно и что предпринимается, какие меры проводятся? Происходит перелив через плотины, через дамбы в поселке Кожевины. Также произошел прорыв в селе Бесколь, в селе Прибрежное. Проводятся мероприятия по устранению переливов, прорывов, укладываются мешкатары, заводится инертный материал. Все силы, привыкшие МЧС Республики Казахстан, заняты мероприятиями по устранению. Сейчас также под угрозой находится наш областной центр, город Петропавловск. Каков уровень прибывшей воды сейчас и какова угроза окраинам города? За последние сутки подъем воды зафиксирован в 138 сантиметров. На дальнейшем ожидаем повышение уровня воды на реке Исиль. Можно ли сравнить половодие 2017 года, 7-летней давности, с тем, что происходит сегодня? Нет, половодие 2017 года было меньше. В этом году у нас половодие больше критические отметки. Спасибо за пояснение. Вера, мы продолжаем находиться здесь, в зонах потопления и наблюдать за силой водопотока. На этот час у меня пока вся информация. Спасибо, Наталья. Наталья Лукова из североказахстан. Североказахстан.